Всем привет дорогие друзья! Сегодня наша мотивация начнется с обзора покупок и тестирования этих покупок из магазина Светофор В Светофоре я купила карандаш для чистки утюга Прежде я как-то не пользовалась такими средствами, потому что как-то утюг все было в норме А здесь у меня появились такие полосочки черные И у меня из вот этих выходных отверстий, где истечается пар, так сказать, появился налет С этим налетом я не знала как бороться и думала вдруг карандаш поможет убрать этот налет из этих отверстий Вот эти пару полосочек карандаш прям максимально быстро удалил сразу буквально, как только я нанесла средство И вот я пытаюсь все натереть вот эти отверстия круглые для того, чтобы средство подействовало Но к сожалению не так хорошо оно подействовало, потому что я не знаю, может быть это налет от воды Да, скорее всего вот этот камень Потому что воду я вроде как бы и фильтрованную стараюсь добавлять, но иногда добавляю из-под крана Из-под крана у нас очень жесткая вода Поэтому я беру, стараюсь ватными палочками что-то вычистить Но итог, конечно, меня устроил, что сам утюг почистился от вот этих черных полос А вот эти отверстия я не смогла до конца хорошо очистить Девчонки, если знаете какое-то средство, как можно очистить вот эти отверстия от какой-то накипи Я буду рада, если вы мне поможете Так что карандашом я в принципе довольна Также я купила антипятно Вот такое мыло Здесь не указано, как им правильно пользоваться Я не нашла именно, сколько надо подержать это мыло Чтобы подействовало, чтобы пятна убрать Совершенно не было способа применения Мыло хозяйственное, твердое, 72% Я сначала думала, что это какое-то прям супер мыло А не хозяйственное мыло, да Не прочитала, ну увидела снаружи, да Антипятно, думаю, ну хорошо А это оказывается просто хозяйственное мыло Просто другого цвета, непривычного для меня, допустим, да Я привыкла, что хозяйственное мыло такое коричневое А здесь оно голубого цвета Я его просто нанесла на пятна У меня здесь получается на коврике для суши Развались пятна Не знаю, с чем связано Я вроде чистую посуду туда складываю Образовались какие-то у меня пятна И я решила этим мылом натереть Подождать какое-то определенное время, да И постирать руками Ну, не знаю, девчонки Вы вот если хозяйственным мылом пользуетесь Как вы им именно пользуетесь Потому что я как-то вот Ну не использую в хозяйстве, да В употреблении мыла вот это И поэтому я не знаю даже, как им правильно пользоваться Насколько вещи оставлять для того, чтобы оно подействовало Поэтому я оставила на минут 10, наверное Подождала и потом застирала просто руками Сначала я думала, что вау, пятно исчезло Потому что все замылилось, не было видно Но по итогу пятно осталось Ну, возможно, оно таким и было Потому что я как-то не особо запомнила, какое оно было Какое оно стало Но смысл в том, что пятно в принципе не исчезло Буду рада, если вы мне подскажете Как пользоваться хозяйственным мылом Что вообще, где вы его в быту используете, да Многие, я знаю, возможно, отбеливают им, да Что какие-то пятна убирают Но вот я не знаю Я оставила на 10 минут У меня эффекта как такового не получилось Возможно, это пятно Я не знаю, правда, откуда это пятно появилось Поэтому оно как появилось Я его сразу постирать решила И как-то вот итог у меня получился такой Что пятно осталось Ну, сейчас смотрю вот на записи Вроде оно посветлее стало Но смысл в том, что совсем оно не исчезло Возможно, имеет смысл снова постирать И, возможно, оно исчезнет Но как-то не знаю Напишите, пожалуйста, как вы пользуетесь Хозяйственным мылом, если пользуетесь И где вы его, в принципе, применяете Буду вам благодарна Ну, а мы с вами двигаемся дальше Здесь также у меня покупка из светофоров В светофоре я купила вот такие две досочки Они совершенно одинаковые И по размеру, и по цвету Они шли в наборе вместе И цену я забыла, слушайте И у меня есть вот такие две досочки Я их использую Одну под рыбу, другую под мясо Одна поменьше Здесь они одинаковые Я их потом подпишу фломастером Для того, чтобы не путать Где мясо, где рыба Здесь у меня под овощи и фрукты Отдельная доска И также у меня есть досочка под хлеб Она деревянная Хорошая И поэтому у меня вот Четыре досочки Отдельные для разных продуктов Вот эти досочки голубые Которые я вам показывала Разного размера Я решила расхламить А эти досочки я сейчас помою Единственное, что, конечно Я не углядела Что они получаются загнуты Они неровно ложатся на поверхность Они как-то погнулись, что ли Не знаю, смогу ли я ими нормально пользоваться Но если не смогу Если мне не понравится Если она будет сильно качаться Эта доска То, конечно, я, наверное, заменю их На другие Я как-то думаю, что, наверное, в светофоре Я как-то не отобразила цену Если честно Думаю, что они так дорого не стоили Поэтому, если мне не понравится То я, конечно, их заменю Здесь я показываю Что у меня подносы Есть для того, чтобы вода стекала И так как у нас вода довольно жесткая У нас образуется вот такой налет Такой налет я периодически Вытаскиваю вот эти подносы И чищу, убираю Чищу я санитой И сегодня тоже будем мыть санитой Здесь у меня поднос Под столовые приборы Здесь сбоку у меня досочки стоят И тарелочки В принципе, показываю Как этот шкафчик выглядит Для тех, кто не знает Или новенький на моем канале Здесь вот у меня так все обустроено Как и говорила Будем налет мыть санитой Санита прекрасно справляется Я ее беру в фикс прайсе Мне она нравится Вот этот известковый налет Очень хорошо помогает Особенно, когда у нас в ванной стояла раковина У нас там тоже постоянно Очень часто образовывался налет Я спасалась только саниты Сейчас, по-моему, у саниты обновилась упаковка Вот она сейчас такая До этого она, по-моему, другая немного была И немного средства надо Я наношу на подносы И растираю И мгновенно просто хорошо разъедает весь налет И споласкиваем с вами Я примерно такую процедуру провожу раз в месяц Потому что, как бы, с одной стороны, вроде Этот налет ничем не мешает тем Что он не затрагивает никакие предметы Ни тарелок не касается, ни кружек А просто туда вода стекает Но все равно, когда открываешь шкаф Все равно уже, когда в течение месяца Накапливается этот налет То видно уже становится И я достаю все И хорошо вот так санитой промываю все Сразу внизу тоже вот эти балочки наши Протрем здесь, вот как-то не знаю Для чего это было сделано Когда гарнитуру придумывали Как-то вот такое отверстие здесь Возможно, это сделано для того, чтобы посуда просыхала Воздух туда попадал И вот это место я решила использовать таким способом Что поставила туда подставку для столовых приборов Я туда кладу сухие приборы Поэтому вода туда не стекает И там не разбухает ничего Ставим наши подносики Наверху я тоже решила немножко навести порядок Кружки Кружки у нас все, которые там вот используются Они там все стоят Запасные кружки какие-то для гостей У нас стоят в буфете Поэтому все кружечки мы аккуратненько составляем И будем делать дела дальше с вами Показываю окончательный результат Кружечки наверху Тарелочки у меня все в ряд стоят И на дверцу я прикручивала Вот такой вот рейлинг Для того, чтобы туда повесить наши ложечки для готовки Здесь у меня уже время было ночь Я набрала вещей на расхламление Сейчас мы с вами проведем небольшое расхламление Смотивирую вас У девчонок уже давно засохла гуашь Они ей не пользуются Я уже купила новую гуашь Они уже рисуют новый Поэтому старую я выбрасываю Также у них уже давно Не пользуются они таким пластилином Но я его переберу Все возможные цвета, которые возможно спасти Я спасу Отфильтрую, так сказать, цвета И потом остатки, которые уже невозможно спасти Конечно, я утилизирую У меня была, конечно, мысль Немножко поэкспериментировать Сделать из этих разноцветных кусочков Какую-нибудь картину Но как-то времени нету Здесь у нас старая коробка Из-под телефона Которая просто лежит Занимает место Она, в принципе, уже нам не нужна Поэтому мы от нее тоже избавляемся Аккумулятор от ноутбука Также решила утилизировать Потому что я его сфотографировала В случае чего Если нам понадобится Аккумулятор для батарейки Именно для ноутбука Запасная Купить То я знаю, что у меня есть фотография Какая нужна Здесь у меня держатели для штор Я так ими не воспользовалась Я решила их расхламить Мы такими держателями для штор Не пользуемся Также я свекрови хочу предложить Водный термометр Так как она занимается приготовлением сыров Прочих продуктов молочных Я думаю, ей будет нужен А мне он не нужен Здесь у нас старая кошачья расческа Я решила кошечкам хорошую купить А здесь у меня такие остатки былой роскоши Решила от нее избавиться Здесь у нас старая крышка-держатель для телефона Тоже лежит без дела Никому не нужна Оторвалась уже И здесь у девчонок есть домино старое Там потеряно очень много деталей Поэтому я решила выложить возле мусорного контейнера Пакет с игрушками И туда положу тоже это домино Так как у нас одно домино есть Думаю, размножать его нет смысла Здесь такой портсигар Сережа когда-то покупал такие сигареты Тоже не используется Раньше под монетки использовали А сейчас у нас побольше коробочка Потому что коллекция наших монеток пополняется Поэтому этот портсигар уже не нужен У Дашеньки закончился детский крем такой Но он не детский Он крем для рук просто Духи закончились Такой бутылечек она разрешила Уже избавиться от него Сказала, он же пустой Вы мне купите другие И лаки они тоже искрасили с Ксюшей Модничали тут Поэтому они уже высохли И нужно их выбросить А вот эту косметичку я оставлю себе Она очень хорошая Давно мне служит Поэтому я ее оставляю Здесь мама привозила от подруги Вот такую книгу Можно так сказать Здесь вязание крючком, спицами Но я не вяжу ни крючком, ни спицами Сейчас век интернета Все можно в интернете посмотреть Даже видео уроки для наглядности Чтобы было понятно А по таким словесным схемам Мне очень трудно вязать Тем более я не профи Поэтому мне это не надо Предложу кому-нибудь возможно понадобиться Здесь прибиралась в пакете С праздничными различными вещами Ленточки какие-то обрезанные Кусочки упаковочной бумаги Для того, чтобы когда упаковывала Остались обрезки И это уже все не нужно Поэтому порылась Посмотрела и решила Уже остатки вот эти выбросить Два пакета вакуумных Тоже хочу кому-нибудь предложить Потому что в принципе я ими не пользуюсь Почему-то мне не понравилось им пользоваться Они постоянно у меня вздуваются Потом их надо обратно в воздух выкачивать В общем за ними надо следить Поэтому я как-то ими перестала пользоваться И все уже раздала Показываю какое количество расхламлений у меня получилось Но это не окончательное расхламление Потому что следом на следующий день Я нашла еще вещи на расхламление Я в течение дня хожу по дому Нахожу какие-то вещи Размышляю о том Что мне уже не нужно Что нужно И поэтому я сейчас покажу Вот эту гору вещей Которую я буду что-то отдавать Что-то выбрасывать И следом посмотрим Следующий день Следующее расхламление Следующий день Следующее расхламление Здесь у нас вот такой ланчбокс Он у нас стоит лет наверное 7 Мы когда-то я им пользовалась Когда ездила на работу Но сейчас поняла Что он настолько старый Уже я не представляю Что там внутри творится Именно что запах Не запах И решила от него избавиться Вот такая жестяная коробочка Там раньше у меня были свечки детские Но часть я расхламила свечек Часть оставила Их так мало оставила Что в этой коробочке Им слишком много места Коробочку расхламляю Здесь также досочки эти показываю И вот нашла в украшениях Вот такие вот бусы-воротники Раньше это было модно Но здесь у нас застежки все поломались И поэтому в принципе Они уже все в таком виде Не очень пристойном Краска на этих вот бусах Допустим вся стерлась И замочки все поломались Поэтому нету смысла их хранить Нашла какую-то ненужную уже визитку Нам про машину У девчонок прорядила кисточки Это от картин по номерам Они не очень хорошего качества Поэтому нету смысла И лотерейный билет Который там выигрыш 100 рублей Мы так до сих пор Его и не обналичили Вот такие сапоги показываю Брат мне дарил старшей дочке Но они не подходят по размеру Потому что вот эта часть Где я показываю Туда нога не залезает Они сшиты вручную Ручная работа Но они очень плохо сшиты Неправильно сшиты И нога даже у маленького ребенка Туда не проходит 35 размер Но вот именно проем Вот этот куда ногу надо запихать Не заходит Я выставлю возле мусорки Возможно кто-то с руками Сможет что-то с ними сделать Но я не смогла ничего придумать Так что вот такое расхламление У нас получилось Ну что дорогие друзья Вот такая вот мотивация Небольшая у нас получилась Я стараюсь вас сильно не нагружать Перед новым годом Какими-то супер мотивашками Потому что я понимаю Что у всех свои дела Всех свои рутины Всех подготовка к новому году И поэтому я хочу вас радовать Своим присутствием на канале И сильно в то же время не загружать Поэтому я надеюсь Что я вас хоть немножко смотивировала На какие-то легкие дела по дому Особенно расхламление Хочется чтобы все очищали свой дом От ненужных вещей И хочется пожелать вам Отличного настроения перед новым годом Чтобы у вас все в домах было хорошо Пожелать вам самое главное Здоровья, счастья, любви Удачи во всех делах Ну и конечно Это не последний ролик В этом году Мы конечно с вами еще увидимся Так что на этом я сегодня С вами попрощаюсь Всех люблю Всех целую Всем до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok